Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, почему так не любят диссидентов? Раньше не любили и сейчас не любят. Не любят общество, которое о них мало что знает на самом деле, не любят власть, которая формально покраилась перед политзаключенными, признав их невиновность. То есть реабилитировав их, но на самом деле у вас нет доступа ни к СМИ, ни к каким-то широким каналам, к вашему мнению не прислушиваются. Но будем откровенны. Почему вы задаете, как вам сказать, сразу несколько вопросов, каждый из них достаточно серьёзен, и их трудно, а может быть, и незачем перемешивать. Могу начать отвечать в том порядке, в котором задали вы. Об отношении общества. Во-первых, это отношение резко изменилось. Это отношение было совершенно другим в 87-м, 88-м, 89-м, 90-м, может быть, даже в 91-м году. Оно стало таким во второй половине 90-х годов, и осталось, и ухудшается сейчас. Я думаю, что причин довольно много. Главной из них, мне кажется, является разочарование общества. Разочарование общества, в общем, в собственных иллюзиях в отношении диссидентов. Те чрезвычайно важные слова, которые прозвучали всё-таки впервые из УЗ-диссидентов, которые были в собственных интересах подхвачены и переиначены, и использованы властями, и как бы присвоены, ну, в общем, оказались не то что лживыми, но оказались абсолютно нереализованными. Нереализованными... Ну, во-первых, потому что, конечно, общество не понимало, что диссиденты — это даже не оппозиционная партия. Это, в общем, разные совершенно по взглядам своим люди, которых объединяла по преимуществу тюрьма и противостояние властям, а противостояние в Советском Союзе могло быть по такому количеству самых разнообразных параметров, что оно создавало впечатление массовости, но на самом деле это было по преимуществу объединения одиночек, которые не могли и не хотели жить так, как им предлагало советское руководство, но которые были совершенно не готовы и не способны к созданию каких-то новых форм государственного управления. Лучшие из нас просто... Ну, по крайней мере, очень многие вообще не думали, что они живыми выйдут из тюрьмы. Они не хотели жить так, как от них требовалось на воле, но они и точно не рассчитывали ни на какие... не только преимущества, но на возможность какой-то маломальски плодотворной работы и не были к ней готовы. А общество ожидало от диссидентов каких-то проектов в будущем? Да, конечно. Конечно, конечно, и общество и ожидало. И на самом деле сильно переоценивало просто возможности и состояние диссидентского движения. И вот вы говорите об отрицательном отношении общества к диссидентам, но я там хорошо помню очереди, толпы людей, которые с вечера выстраивались в приемную гласности для того, чтобы на следующий день успеть прийти. Именно из этих тысяч людей, десятков тысяч, выстраивалась потом корреспондентская сеть гласности и так далее. То есть был период, когда на самом деле популярность была достаточно высока. Но с одной стороны, что я никогда не поддерживал, существенная часть диссидентов, создавшая в свое время демократическую партию в России, реорганизовала ее под отвратительным влиянием Гайдара и его компании в правящую партию «Выбор России», куда просто на съезд не впустили так называемых, не знаю, может быть, и не вполне уравновешенных людей со всей страны, которые собрались, но это были те реальные люди, которые и впрямь противостояли советской власти. Вместо этого там оказалось большое количество чиновников, которые ненадолго поверили или сделали вид, что поверили, что Гайдары впрямь олицетворяют российскую власть, и потом очень быстро перешли к тем, кто этой властью был реальным. А на самом деле более влиятельной и более готовой к захвату власти структуры, чем Комитет государственной безопасности, в России не было. И вообще вопрос о том, кто в наиболее... Диссиденты что? Ну, диссиденты, да, махали руками и сидели в тюрьме. А тем не менее, произошел развал Советского Союза, а тем не менее, произошли очень серьезные политические изменения, где долгое время использовали диссидентов как ширму, по крайней мере, тех, кто позволял себе использовать. Вот. А потом эта ширма оказалась ненужной. Ну, и само диссидентское сообщество, если можно так сказать, оно было весьма разношерстным. Конечно. Я так понимаю, были люди очень высоко образованные, но были и люди там с четырьмя классами образования, которые просто, ну, как бы критически, враждебно отзывались о лозунге «Жить и работать по-ленински», и за это получали сроки. Да. И не ходили на субботи. Нет, вы знаете, это не совсем так. На самом деле, в лагерном мире как раз было очень распространено мнение, и оно было очень близко к истине, что людей малообразованных в политические лагеря не сажают. Что вот я могу себе позволить, ну, я же был в разных тюрьмах, и многие мне соседи говорили примерно так, что, ну, а чего, я могу говорить все, что угодно, меня все равно за это не посадят. Это вот тебя посадят. На самом деле, в политических лагерях и в чисто польской тюрьме людей необразованных, в общем, практически не было. Это были очень разные люди, это совершенно точно. Это были монархисты, это были националисты, причем почти всех национальностей Советского Союза, это были еврокоммунисты и коммунисты-ленинцы. В общем, это была действительно очень разношорстная компания. Но это, и это была одна из проблем у каждого, кто оказывался в тюрьме, это, в общем, были в большинстве своем люди средних лет и внутренние, на самом деле, не только мужественные, но и, как бы вам сказать, ну, в общем, довольно твердые. Это люди, которые в нормальной ситуации и в нормальном обществе были бы не просто отцами семейства, которыми они бы руководили, но и у них были бы какие-то в каких-то случаях ученики или люди, которые там бы смотрели им в рот и слушали их мнения и так далее. То есть это были, в общем, лидеры. Самые разнообразные. И такая компания в маленькой тюрьмной камере в результате, поскольку лидеры очень разные, ну, оказывалась во многих случаях непростой, даже не столько из разности их взглядов, сколько из разности воспитания. Такие многочисленные аресты, о которых вы говорили, всех людей под гребенку, всех недовольных, это все-таки сталинское время. Это не брежневское время. Время Брежнева, время Андропова это аресты все-таки людей наиболее активных. И, скажем, увольнения с работы, там, разнообразные препятствия в обучении и так далее для всех остальных. Так все-таки, почему для общества диссиденты на какое-то время, на какой-то миг стали, ну, некой путеводной нитью, что ли? Почему общество обратилось именно к диссидентам и, ну, испытывало какие-то ожидания? Ну, потому что это был, во-первых, это был новый путь и надежда на обновление страны. Во-вторых, диссиденты, конечно, на все сто процентов были использованы КГБ. КГБ и той властью, которая реально в это время в Советском Союзе, а потом в России существовала. Там, скажем, я был единственный, кто все равно вот издал журнал «Гласность», но не печатался специально для диссидентов созданным КГБ-журнальчике «20-й век и мир», где печаталась Лара Богораз, где печатался Сергей Адамович, это вот им создавало иллюзию того, что вот у них есть выход в мир. Другое дело, что этого журнальчика никто никогда не видел иллюзию того, Вот. Тот же самый Сергей Адамович как-то замечательно рассказывал, что его еще с делегациями Верховного Совета СССР в конце 80-х годов обязательно включали во все делегации и когда кто-то из зарубежных политиков или какие-то демонстрации там протестовали против тех безобразий, которые по-прежнему творились в Советском Союзе и Россией, его выдвигали вперед и говорили «Ну как? Почему же это вы говорите? А чего у нас ничего не изменилось? Вот Ковалев, где он был раньше и вот где он теперь?» Это была замечательная такая ширма. Единственной реальной возможностью с моей точки зрения это сложный разговор и длинный разговор и в первую очередь его надо вести ролик ОГБ о влиянии его на в том числе на интеллигенцию на общество но если сейчас его оставить в стороне единственной реальной как мне кажется возможностью для серьезных перемен в России реальным шансом России был Андрей Дмитрий Сахаров это был единственный человек который мог в силу подлинного своего авторитета и в общем на самом деле большого и очень живого ума конечно он многого там что-то ему было чуждо чего-то он не знал но в конце он был не молодой человек но который умел увидеть реальную ситуацию он умел по-прежнему изменить свое мнение умел ну он просто развивался в этой атмосфере не говоря уже о том что оказал гигантское влияние на других и если бы он остался жив то вероятно Россия была бы не в идеальной ситуации но тем не менее пошла по другому пути в какой-то степени я абсолютно убежден в том что он был убит убит сотрудниками КГБ могу объяснить на чем основывается мое убеждение которое кстати говоря не разделяет Елена Георгиевна Бондар ну во-первых когда говорят о смерти Андрея Дмитриевича всегда почему-то забывают время в которое оно произошло а уже через месяц после его гибели ведь было объявлено о создании поста президента СССР и невозможно предположить что эта идея в советском руководстве возникла именно за этот месяц и понятно что если бы был уже Андрей Дмитриевич скорее всего он не был бы поскольку выбирал президента Верховный Совет в общем в значительной степени контролируемый в это время скорее всего Андрей Дмитриевич не был бы избран президентом но вокруг него объединилась бы такая существенная часть российского общества с которой уже точно пришлось бы очень серьезно считаться и скорее всего следующим президентом был бы все-таки именно Сахаров который к тому же еще очень многому бы научился и был бы гораздо более крупным президентом чем скажем Гавл в Чехии вот но кроме вот этого достаточно существенного обстоятельства и ясного представления о советских властей что прежде чем создавать пост президента надо избавиться от Сахарова есть еще и много других во-первых Андрей Дмитриевич за несколько месяцев до этого проходило обследование у лучших кардиологов за границей и не было необходимости даже в шунтировании в общем пришли к выводу что у него сердце в нормальном состоянии само по себе это ничего не значит острая сердечная недостаточность бывает и внезапной но дело в том и об этом хорошо помнят генералы КГБ и кстати говоря и комментируя смерть Сахарова тоже об этом вспоминают что в распоряжении КГБ в это время и как и сейчас конечно существовал так называемый желтый порошок с помощью которого был убит один из предателей КГБ в Ирландии который начал давать показания порошок который попадая на обнаженную кожу на руку скажем вот и вызывает острую сердечную недостаточность не оставляя никаких особенных следов есть замечательный рассказ нынешнего директора Сахаровского фонда в Бостоне о том это мне рассказывал просто я думаю может это вполне повторить о том как производилось вскрытие тела Сахарова Елена Георгиевна естественно не доверяла никаким случайным людям и был приглашен замечательный патологоанатом в свое время шедший по делу врачей Розенфельд по-моему я могу путать фамилию который был уже очень немолодым человеком он пришел вместе со своей внучкой дело происходило в вот этой второй квартире Сахаровых там же в том же доме но там была еще двухкомнатная квартира которую дали Андрею Дмитриевичу и ну вот он в дальней комнате был занят вскрытие а все остальные были вот в первой комнате ждали результатов и средних было два в общем никому не известных молодых человека у которых в руках были ну воки-токи переносные тогда не было мобильных еще телефонов аппаратов для связи и вышла внучка в эту первую комнату все к ней бросились вот с вопросами каковы результаты она сказала что ну вот пока еще сказать что-нибудь трудно вот дедушка осматривал мозг как будто все нормально единственное что очень странно и девушка не знает почему вот на внутренней стороне черепа какой-то какой-то желтый налет эти молодые люди очень взволновались услышав это и тут же вот значит начали звонить кому-то и спрашивать а что же делать вот они обнаружили вот желтый налет сказали вот очевидно вести себя тихо прекратили ну по крайней мере не только я но такой очень опытный человек как Калугин тоже считают что Андрей Евгеньевич был отравлен кроме того надо учесть еще что и это я говорю со слов Елены Георгиевны это не опубликованные пока материалы что как бы в общем оно по меньшей мере дважды планировало убийство Сахарова опять-таки Елена Георгиевна не очень понимает смысл того что она мне рассказывала она мне рассказывала что среди тех документов которые ей передал лет десять назад Степаша утверждается что якобы это фантастическое пятисоттомное дело наблюдения за Сахаровым и Еленой Георгиевной уничтожено что я не верю может быть дело уничтожено но по крайней мере копия снята так так что самое и это само по себе очень интересно потому что таким образом Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна это самые исследованные люди в мире это по пятнадцать страниц на каждый день их жизни вот но вот в дополнение ко всем этим разговорам Степаша передал тогда публичной Елене Георгиевне попросил не опубликовать папку с докладными записками о Сахарове Андропово в политбюро ну более-менее очевидно во-первых что там не все докладные записки потому что там скажем нет ни одной докладной записки о том времени когда Андрей Дмитриевич получал Нобелевскую премию вот в это время КГБ он не интересовал совершенно но зато там есть две другие докладные записки обе относящиеся к времени пребывания Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны Гуйко они более-менее идентичны по содержанию в первой из них рассказывается что вот эта вот мерзавка Бомер которая значит вот главный интерес своей жизни видят в том чтобы прославиться за границей в антисоветских сил видят что интерес к Сахарову после его высылки совершенно угас и никому он не нужен и не интересен решила привлечь внимание внимания к нему а главное к себе тем что убить Андрея Дмитриевича и что с этой целью вот она не дает ему тяжелобольному человеку необходимых ему лекарств примерно через год появляется вторая записка в общем практически такого же содержания единственная разница это в том что вот теперь значит рассказывается что Бомер вот опять-таки желая убить Сахарова к нему тяжелобольному человеку не допустило врачей скорой помощи и что вот это вот сообщает по рассказу соседки а там Горьким была они занимали две комнаты в трехкомнатной квартире а третью комнату занимала значит вот наседка то есть вот ситуация причем действительно там была инспирирована такая ситуация когда соседка вот вызывала скорую помощь Андрею Дмитриевичу поскольку все это было совершенно вообще такое вот слабрикованное ни на чем не основанное цена Елена Георгиевна ее не пустила более-менее очевидно там меня всячески убеждали по-моему Елена Георгиевна и вот директор Сахаровского архива что это секретные документы что это что это отнюдь не подготовка к убийству и так далее на самом деле во-первых это как спокойно мне сказал Костанов который был начальником все-таки управления прокуратуры СССР документы прикрытия и конечно на них и должно быть все это поставлены гриф секретные и все остальное во-вторых понятно что Андропов ждал одну из двух резолюций Одна резолюция могла быть что вот если Сахаров будет убит найти и наказать виновных и вот есть виновная Боннер и вот есть а во втором случае уже есть и свидетели и уже созданная ситуация или вторая резолюция не допустить такого развития событий по-видимому старики в политбюро и тем убийства Сахарова ни при какой погоде не хотели но это пока существовали старики в политбюро вот в 88 году ситуация была другая и действительно идея создания поста президента СССР Сахарова конечно очень мешала по крайней мере такого поста который такого президента который нужен был а как бы и крючков после того как был убит Андрей Дмитриевич на самом деле все диссиденты вместе взятые даже если бы они были едины организованы менее наивны подготовлены к политической деятельности и так далее и так далее я думаю что ничего сделать в России они уже не могли противостоять КГБ они не могли и множество организаций общественных которые возникли в 87 88 89 году мгновенно по взмаху палочки распались как только они стали не нужны все эти национальные фронты ну вот они были чуть более трудно управляемы в некоторых республиках поскольку национализм все-таки был но все эти комитеты избирателей московская трибуна с московской интеллигенцией и так далее и так далее все они тут же исчезли как только нужда в них пропала меня звали руководить в 91 году одной из таких организаций это была замечательная ситуация буквально на следующий день после пункта вдруг мне бросается на шею приехавшая в это время из Парижа корреспондент Косвободы с которой я был в приятельских довольно отношениях что вот Сережа вот как теперь замечательно раньше у меня не было знакомых в КГБ а теперь будут я смотрю на нее с некоторым удивлением и она мне показывает газету не помню куранты по-моему где на первой полосе большое интервью с Севастьяновым в это время ставшим председателем зампредседателя комитета государственной безопасности где ему задают вопрос там что такое а видели ли вы свое дело и вообще как вы будете вот какие теперь будут отношения с общественностью еще что-то такое и что будет делать теперь КГБ ну что он отвечает что ну своим делом я не интересовался а вообще то вот мы решили создать общественный комитет по надзору по контролю за комитетом государственной безопасности и председателем его будет Сергей Бигарянц и как-то ссылается на Елену Георгиевну мне становится очень интересно я звоню Елене Георгиевне спрашиваю а что вообще сейсон значит ну мне говорит ну ты понимаешь ну мне позвонил какой-то человек говорит я Женя ну я так говорю ну да ну вот хорошо вы меня помните я на всякий случай говорю что помню его он говорит ну вот я вот я с Андреем Дмитриевичем там где-то встречался вот я тоже физи что-то такое что-то такое а вот теперь я зампредседателя КГБ и вот мы решили создать общественную организацию совет по надзору за КГБ и вот мы бы хотели чтобы вы им руководили ну я им говорю что я женщина больная старая я не могу я не буду этим заниматься не могу этого дела ну может быть вы кого-то порекомендуете ну вообще-то я им посоветовала тебя но я-то думал лаж что они себя спросят хотя бы ну я пытаюсь кого-то найти в конце я нахожу Бачана по-моему из Голоса Америки потому что никто другой интервью меня брать не хочет и ну внятно рассказываю что если КГБ как мы все надеемся теперь будет похоже на ЦРУ то есть будет заниматься только внешней разведкой и не будет заниматься слежкой за советскими гражданами то я к этому никакого отношения не имею ничего там не понимаю и делать мне там совершенно очевидно нечего если если КГБ по-прежнему будет заниматься слежкой за населением страны то то я думаю что как-то контролировать все это сообщество я точно не могу а из возраста и стремления быть для кого-то ширмой я уже точно вырос и поэтому ни при какой погоде я этим заниматься не буду ну вот они там собрали два или три раза этот комитет вот всячески меня туда звали вытаскивали еще что-то такое я конечно туда никогда не пришел ну и поскольку дальше все было не нужно то конечно все это развалилось но таким образом создавалось множество и других организаций вот которые действовали имитировали высокий уровень общественной жизни России действительно внушали ложные иллюзии существенной части населения страны и эти иллюзии действительно оказались неоправданными так что тут в общем недоброжелательные отношения да еще к тому же инспирируемые сверху все последние десятилетия в общем на самом деле легко понять ну и есть как бы и другая сторона этого недоброжелательного отношения это опять повторяющийся вариант все тех же писем русских трудящихся некоторые из которых были может быть даже написаны вполне искренне по формуле знаменитой вот я не читал доктора Живака но я знаю что это отвратительно если власть этого не приемлет если это враждебно той структуре которой я как-то приспособился и в которой я худо-бедно но как-то существую то значит это неприемлемо и для меня и поскольку власть демонстрирует неприемлемость диссидентов то соответственно все те внуки правнуки праправнуки крепостных которые по-прежнему составляют большинство образованного и необразованного населения России и которые ни при какой погоде не хотят себе неприятностей для них это тоже не нужно неприемлемо и диссиденты им не нужны а вот относите ли вы шестидесятников к диссидентам к диссидентам скажем того же Василия Аксенова или Евгения Евтушенко нет конечно это совершенно ну я уже не говорю ну во-первых Василия Евгения Самыч это все-таки разные люди прямо скажем объединять их довольно трудно по крайней мере в личностном отношении они вели себя по-разному жили по-разному в общем на самом деле но тут есть диссиденты на самом деле а это вот я повторюсь это люди для которых окружающий вот советский мир в общем оказался неприемлемым шестидесятник это все-таки люди которые не могли и не хотели к нему приспосабливаться шестидесятники это в общем довольно довольно удачно приспособившиеся к этому миру люди достаточно хорошо с некоторым количеством вполне приличных идей и художественных образов в общем довольно хорошо устроившиеся и в советском обществе и после него вы как правило вы и начали перечислять и даже если бы вы перечислили дальше то в общем это все достаточно процветающие люди это с одной стороны а с другой стороны их процветание было связано с тем что на самом деле это категория людей по отношению к которым велась вполне продуманная государственная политика это вот и были те люди которые были ширмой того что творилось в советском союзе и лагерей и несвободы это люди которых можно было показывать на западе это были люди с которыми велась ну вот собственно говоря пятое управление которым и руководил Бабков это было управление которое формировало в том числе и политику не только в отношении творческой интеллигенции и вообще ну вот в первую очередь как раз по отношению к этой группе это была очень продуманная политика скажем ну многими из них были написаны книжки в такой серии пламенные революционеры о народниках о народниках о красине еще ком-то вот и Вася Аксонов написал такую книжку еще кто-то еще кто-то это было специально создано в молодой гвардии серии специально для нас специально с очень высокими гонорарами чудовищно высокими потому что изначально был запланирован тираж по-моему 150 тысяч экземпляров а гонорары соответственно рассчитывались из тиража это на самом деле был такой продуманный ход втягивания создания кормушки ну вот ну и наверное это был определенный элемент внутренней либерализации советского общества а не только создание декорации для запада но и к этому в общем можно хорошо относиться и не ко всем но к некоторым из этих людей можно хорошо относиться хотя они разные люди очень но все дело в том что диссидент это были люди которые получали не гонорары за книги о пламенных революционерах а там 3-5-7 лет тюрьмы тут есть довольно большая разница с